Вот и подошел к завершению фотоконкурс сам себе цирюльник, объявленный нами телекомпания «Несвятай». Приятно, что многие жители города откликнулись на призыв и приняли в нем участие, точнее, жительницы. А вот мужчины не захотели сфотографировать свои чудо-бороды и выложить их на сайт. То ли борода не устраивает, то ли настолько наши мужчины скромны и застенчивы. Ну и ладно. В номинации «Мастер косички» косы были одна краше другой. Члены жюри при выборе победителей ориентировались на голосование жителей города. Самое большое количество лайков оказалось у Софии Нечай. Прическа праздничная и называется «Зимнее волшебство». Второе почетное место досталось Марине Рябковой за прическу «Осенняя роза». Обе девушки-студентки Новошахтинского технологического техникума и парикмахерское искусство избрали своей профессии. Ну что ж, растет достойная смена сегодняшним парикмахерам. Победительницы получили дипломы и призы от наших спонсоров – салонов красоты «Багира» и «Город красоты». Третье место завоевала воспитатель детского сада «Журавушка» Оксана Леонтьевна Борисова. Практикуется она на своих подопечных каждый день. Вот в день награждения Оксана Леонтьевна занята привычным делом. Дети проснулись после сончаса и девочек надо привести в порядок. Примечательно, что научилась заплетать косы Оксана Леонтьевна на работе, потому что дома у нее три сына. Мы очень рады приехать к вам в детский сад «Журавушка», так как знаем вашу занятость. Вы не можете оставить вот таких вот маленьких прекрасных детишек. Но мы приехали не просто так, мы приехали с подарком и с поздравлениями. Вы получаете диплом за третье место, так как вы победитель фотоконкурса «Сам себе цирюльник». Вот поэтому, Оксана Леонтьевна, спасибо вам огромное за то, что вы не остались в стороне и поучаствовали в нашем конкурсе. Вот, пожалуйста, вам диплом. Спасибо. А также наши спонсоры «Золотой локон салон красоты» дарят вам вот такой вот небольшой подарочек. Ну, так получилось, что я стала работать в детском саду, не имея своих дочерей. Мне очень нравилось это дело, поэтому я решила попробовать. И так стала заплетать. Предложила воспитателю поучаствовать в фотоконкурсе одна из родительниц садика. И как оказалось, не зря. Побыв несколько минут в группе, где работает Оксана Леонтьевна, мы поняли, что если бы она и не победила в нашем конкурсе, то эта воспитательница заслуживает настоящего уважения. Ведь самое главное, она любит детей, а они, в свою очередь, ее. Ребята наперебой подходили к микрофону и говорили добрые слова о своей воспитательнице. «Хорошая, красивая, умная, изящная». Оксана Леонтьевна – невероятно скромный и застенчивый человек, зато с большим и добрым сердцем. Вот такие они, наши победительницы, умницы и красавицы. А всех наших телезрителей хочу поздравить с наступающим Новым годом и пожелать вам, дорогие, следите за новостями телеканала «Не святай» и участвуйте в фотоконкурсах. Я уверена, вы тоже хотите получить подарки и стать известными. Огромное спасибо нашим спонсорам. Это салоны красоты «Багира», «Город красоты» и «Золотой локон». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!